биткоин продолжает свое восходящее движение в рамках отскока четко от 78 фиба при этом прямо сейчас мы уперлись в очень важный уровень где находится 200 скользящий мувинг ребята 200 недельный мувинг это тот самый мувинг который являлся всегда исторически у нас ультимативной поддержкой для цены биткоина единственный раз когда мы пробились ниже него это был корона дамп но мы также бодро откупились быстро на следующую неделю то есть у нас тело свечек не закрывалась ниже но в этот раз у нас произошло немного другое мы первый раз закрылись телами свечей ниже этого мувинга и провели там уже практически 1 2 3 4 5 пятую неделю мы проводим ниже 200 мувинга и сейчас мы уперлись в него как возможное сопротивление и так удастся ли биткоину пробиться снова выше и закрепиться над этим мувингом и если да то какие цели давайте поговорим об этом в сегодняшнем коротком видео обзоре поехали всем привет вы на канале крипты комнат с вами гриня и мы обсудим перспективы движения битка и вообще криптовалют в ближайшем будущем если вам нравится крипто контент не забудьте поставить лайк подписаться на канал если у нас новенький нажать на колокольчик чтобы не пропускать такого рода апдейты итак друзья мои у нас происходит ожидаемое движение как вы помните я вам уже говорил у нас тут есть зеленая точка на третьем голубом горбе на сайфере как это обычно происходит на дне медвежьих рынков здесь у нас была такая же 3 3 горб зеленая точка и здесь тоже был третий горб зеленая точка соответственно как мы видим это было дно медвежьего рынка как здесь так и здесь и конечно же вопрос которым сейчас все задаются будет ли это снова также отработано потому что ребята все может быть по-другому и как я уже сказал мы провалились ниже 200 мувинга то есть рынок то на самом деле более дикий и у нас не было такого взрывного пика как были в прошлые разы и таких сумасшедших возвратов поэтому может быть у нас не будет такого в принципе мега дампа как все ждут и мы просто как бы более менее волатильными становимся и пойдем дальше наверх но наверх то мы можем тоже пойти не сразу прям v-образно вот так вот а через более долгое накопление какое-то нудное да там через флэт может быть через двойное дно или тройное поэтому напишите-ка в комментариях что вы думаете и какие ваши ожидания по рынку когда биток пробьет all-time high пробьет ли он вообще all-time high опустится ли он ниже или нет потому что интересно узнать ваше мнение дорогие друзья вот ну локальная картина достаточно позитивная у нас смотрите четырех часовик мы довольно таки хорошо отбились от этого тройного дна и пробили сопротивление долгожданное пробитие сопротивления у нас произошло уровень 22 400 22 500 мы его пробили и пока еще не подтвердили закрепление на нем как на поддержке вот тем не менее если верить что эфир показывает сейчас дорогу битку то эфир выглядит уже гораздо более уверенно в плане отскока посмотрите эфир уже давно пробил сопротивление и попер конкретненько наверх вот и пока еще он не закрыл все вот это падение я все еще думаю что цели по эфиру как мы с вами обсуждали краткосрочные разумно это ждать куда-нибудь вот в эту зону проторговки 1800 2 200 ну там 200 вот но не забывайте про откаты что даже на таких вот бычьих импульсах бывают откаты тем не менее сезон стрижки шортистов уже можно сказать подтвержден потому что мы видим что реально стригут медведей за эти полгода падения на рынке всех приучили что надо шортить что крипта это скам и что мы видим тут отличные разворотные объемы желтая точка поэтому ребята я думаю все будет хорошо но почему эфир вообще растет я думаю вы знаете прекрасно потому что скоро переход на proof of stake соответственно те кто хотят продолжать как бы майнить эфир и иметь вес в сети они вынуждены сейчас покупать монеты эфира потому что они не смогут больше майнить эфир им придется стейкать эфир соответственно может быть и майнеры сейчас распродают мощности и покупают эфир чтобы продолжать его валидировать может быть и просто спекулянты и инвесторы тоже это делают но на самом деле я думаю что знаете что будет когда эфир перейдет на proof of stake он может быть отскочит на 2000 на 2200 или там даже на все три как ну куда-то короче отскочит высоко но как только запустят proof of stake а это у нас будет я точно не помню по-моему где-то осенью да или в конце лета вот тогда скорее всего начнется медленная нудная тошнилова потому что ну не думаю что так легко всем дадут заработать обычно когда запускается proof of stake монета начинает падать и падает в долларовом эквиваленте или в биткоиновом сильнее чем она дает доходность поэтому по эфиру ну вот сколько дохлой кошки я бы сыграл а так в целом я больше верю ребята в эфир classic если выбирать между двух эфиров потому что это настоящий эфир насколько вы знаете а если вы не знаете посмотрите мой обзор про хардфорки очень понятный с инфографикой полезный сейчас появится вот здесь правом верхнем углу экран нажмите посмотрите обязательно после этого видео короче эфир classic это первоначальный эфир это он и есть то есть это изначальный блокчейн эфира и он вырос сейчас гораздо лучше на более серьезных объемах почему он так растет да потому что майнеры будут теперь манить его когда прекратится майнинг эфира и спекулянты и инвесторы сейчас его скупают обратите внимание кстати после вот этой желтой точки пошел рост скупают его в надежде на то что он даст иксы и я думаю ребята что эфир classic улетит не просто там на 30 или 40 долларов как его сейчас все ждут или так кто-то может быть ждет что он вернется на свой all-time high этого цикла в 180 долларов или перепишет его а я думаю что на самом деле эфир classic может даже круче всех удивить но ключевое слово может ребята может может и не удивить но я думаю что эфир classic может подняться до стоимости одного эфира вот у нас график эфир classic эфир форк я думаю что эфир classic может сходить спокойно на 0.5 эфира оттуда в принципе на один эфира или даже на два эфира потому что на нем сейчас уже запускаются nft все вот эти темы чуть ли не step in по моему там третий сезон на эфир классики мне действительно нужно это делать ты не понимаешь сейчас новый тренд на муфту эрна также мета вселенной и нофти но почему просто не купить биткойна когда я вырасту меня будет много денег у кого есть код активации держи вот твой код короче эфир classic очень удобный это собственно есть изначальный эфир сеть эфир classic прекрасно добавляется в метамаск поэтому не вижу вообще причины и к тем более у него реально антикварная ценностью сета true настоящий блокчейн это все равно что сейчас бы bitcoin кэш под видом битка всем втюхивали а биток бы стоил там 200 баксов понимаете или там 100 как bitcoin кэш кстати говоря от bitcoin кэша тоже перспективно он сейчас очень выглядит посмотрите в какой он жопе ребята я вам напоминаю что если вы хотите зарабатывать на рынке то надо покупать именно когда актив кажется что в жопе и все его продают они на хаях вот здесь когда все влетают надежде срубить иксов спекулянтов очень много смыло с рынка сейчас это видно и по падающим просмотрам и по дислайкам по хейту и вообще по карте ликвидации поэтому bitcoin кэш сейчас на мой взгляд очень круто потому что он даже в рамках технического отскока дохлой кошки даже если как бы потому что в нем особо фундаментально ничего нет все равно он даст свои там 400 500 баксов легко ну а 1600 понимаете это просто тупо коррекционное движение даже по фибоначчи как раз в район там 38 или 0 5 уровня а если 61.8 то это 1000 баксов по bitcoin кэшу вообще тоже кстати легко короче говоря вот на фемиксе держу небольшой лонг по bitcoin кэшу думаю что буду его даже добирать потому что он неприлично дешево стоит как бы тут уже умыло всех просто он даже вот здесь и здесь неприлично дешево стоил ну и что еще сказать а да делал сегодня пост в телеграме поэтому подпишитесь обязательно к нам в телеграм делал сегодня пост про то что забрал большую часть прибыли с позиции разгрузил не потому что не верю в продолжение роста ребят нет просто потому что прибыль во первых неплохая была и во вторых мне просто сейчас нужен кэш просто на жизнь и для откупа очень очень хороших проектов ребята для откупа новых проектов альткоинов которые находятся сейчас просто ниже плинтуса поэтому буду вас держать в курсе что я буду покупать обязательно подпишитесь к нам в телегу буду покупать короче новые перспективные проекты а так оставил все еще по тренду сегодня дозабрал после того как сделать пост дозабрал движение по битку разменял весь биток хотя жду его выше вот он кстати прет очень хорошо 23 тысячи уже прошили как сказал в начале видео следующие цели 25 там 26 30 судя по эфиру опять же но оставил держать лонги дэш лайткоин и битдау потому что ребята я верю в эти проекты я верю в дэш он сейчас неприлично дешево стоит но при этом он держится очень хорошо из стариков момента своего листинга на бирже тех цен которые были в четырнадцать пятнадцатом году дэш все еще находится там на сотнях иксов поэтому тут вопрос времени и горизонтов ребята если у вас есть время чтобы ждать вы побеждаете на этом рынке если у вас нету времени чтобы ждать то вы проигрываете вот по эфиру тоже встал сейчас прямо по верхушке на пробой буду смотреть думаю что эфир сейчас легко улететь на 1800 куда-нибудь вот но буду контролировать эту позицию руками что еще интересно пока дол involve он сигнал на дневке на покупку после вот этой ложной продажи я думаю что этот сигнал повторный как узнать второй сигнал он уже более точный я думаю что он отработает потому что смотрите у нас предыдущий сигнал на покупку над девки не отработал поз说 предыдущий не отработал но при этом сигнал славу отсюда 46000 отработал и сигнал cell но out работал с 30000 то есть сейчас по логике вещей вот этот сигнал на покупку уже должен быть не ложный, так как у нас было два ложных, третий сигнал, как правило, более точный. Как и желтые точки, кстати, на дневках тоже третья желтая точка, как правило, отрабатывает. На недельках отрабатывает первое. Но Candle Wave, к сожалению, не дает на недельках смотреть эти сигналы. Поэтому я думаю, что да, сейчас вот как раз то самое время, когда мы увидим огромные ликвидации шортистов. Так что продолжаем держать лонги, ребята. Я тоже буду держать вас в курсе, что я делаю. Буду добирать по ходу еще. Хочу аудио взять лонг. Ну, я говорил в прошлых обзорах, если вы меня смотрите. Поэтому будем на связи с вами. Завтра будет новый день. Будет понятнее, что делать с рынком. Короче, аудио вот, да, просто на дне валяется. Просто помните то, что рынки растут тоже не безоткатно. Они растут со сквизами. Поэтому будьте готовы к вот таким вот палкам, если что, вот таким вот выпадам. Чтобы вас там не ликвидировало ваши маржинальные позиции, а чтобы вы, наоборот, там добирали. Вот и все. Поэтому иногда лучше подождать, даже лучше чуть выше зайти, но не на зеленых свечках, а после вот такой вот квиза. Понимаете? И все будет круто. Будет вам профитроли. Пампим лайки. Подписываемся на канал. Подписываемся в Telegram. Торгуем на Bybit. Посмотрите обзор по этой бирже, если не видели. Сейчас он появится в конце этого видео в виде карточки. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok